Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 по статистике танки считаются инвестициями. Поэтому, когда вы видите цифру роста инвестиций, то это рост производства военной техники, российской классификации. А ведь, смотрите, с точки зрения экономики это чистая транзакционная издержка производства танков. Это безумное расточение денег без возврата. Задача стоит по-другому. Население это принимает. Задача поставлена так. Мы находимся во враждебном окружении, нас хотят уничтожить. Мы должны зажаться и на благосостояние наплевать. Поэтому ответ первый, очень много вкладывает государство. Это создает экономический рост. Второй вопрос. Долго ли? Устойчиво. Хороший вопрос. Ответ нет. Неустойчиво. Вы тут МВФ поминали. Посмотрите, последний прогноз МВФ. Он довольно невеселый для России. Он говорит, что мы наблюдаем замедление экономики России. Это правда. И мы ожидаем, что в дальнейшем ближайшие 25-26 годы, ну, темп роста будет лучше в случае 1,2%. А это тот самый темп роста, который был где-то с 13-го года. Это тот самый знаменитый путинский застой последних 10 лет. То есть Россия, вот, несмотря на все гигантские военные расходы, вернулась опять в состояние застоя. Если посмотреть график динамики промышленности, то вот она как бы росла до примерно мая-июня прошлого года. Потом она пошла вот так вот, горизонтально, плато. В январе-феврале был опять некий всплеск, потому что закачали безумные деньги из бюджета. Сейчас это все опять обвалилось. И общая оценка, что все кончилось, период роста завершился. Дальше будет в лучшем случае стагнация, а вот дальше может быть и обвал. Чтобы этого не произошло, нужно еще больше денег вкладывать. А вот здесь, знаете, как бы начнет работа такая штука, но мы ее назовем эластичностью ВВП от бюджетных расходов. Вот она идет к единице, то есть нету роста. Деньги вкладываются, а роста нет. И более того, она может стать отрицательной. То есть ты деньги вкладываешь, их разворовывают, просто потому, что их не во что вложить и нечем отчитаться за эти деньги. Поэтому вот как бы дальнейшая перспектива плохая. А вот уточнить, какая сейчас роль войны в расходах бюджета и ВВП? В бюджете, как я понимаю, чуть не 40% уже. Ну там это 40%, это если вы добавляете силовые ведомства. При этом еще это не полная цифра. Объясню почему. Потому что там же есть еще статья национальная экономика, там есть строительство. Вот если вы строите дома в Мариуполе, это гражданская экономика или военная. Поэтому, конечно, что-то спрятано в гражданских статьях. Недаром у вас очень многие статьи засекречены в бюджете. Российская экономика все более закрывается. Нас экономистов ругают, вы ошибаетесь. Но нам очень трудно не ошибаться. От нас скрывают статистику. То есть, возможно, больше 40% уже ближе к 50% бюджета. Половина бюджета идет на войну. Скорее, что-то спрятано еще в научных расходах. Что-то спрятано в строительстве. Мы так глубоко в данные Минфина залезть не очень можем. А это сопоставимо с советскими цифрами? Сколько в СССР на пике холодной войны шло бюджета процентов, сколько процентов в ВВП шло на войну? Это очень разные оценки. Есть оценки, что до 60%. Но это трудно сказать. Потому что, опять же, СССР тоже была, как вы понимаете, абсолютно закрытая система. Там было все спрятано. И, как вы помните, у нас даже названия были. Если помните, нам Алексашенко с вами недавно рассказывал про завод СИП-Сельмаш, который делал снаряды, с мирным названием делал снаряды для армии. Вот это та самая история. Да. Ну, так вот, поймите, что если ты увидишь Уралвагонзавод, то ты понимаешь, что он не вагоны делает. Поэтому оценить это было крайне тяжело. Ну, я вам скажу, что вот когда Горбачев пытался, ну, как бы развивать гражданскую экономику, то мы с ужасом выяснили, что, в общем, гражданской экономики-то нету. Есть военная, временно производящая гражданские товары. Но готовые к перестройке была такая вещь, которую хорошо помнят те, кто постарше, так называемые мобилизационные мощности. Это значит, что на любом гражданском предприятии был какой-то парк оборудования, который был законсервирован на случай войны, в случае войны задействовать и начать работать на армию. И в 90-х годах была страшная проблема. За эти мобилизационные мощности государство не платило. Они легли на сами предприятия, они их тянули к банкротству. Предприятия бегали, кричали, снимите мобилизационные мощности, дайте их распродать. О Министерстве экономики говорила Гайдаровской, не смейте трогать мобилизационные мощности. Это святое. Ну, вот так что экономика, где была гражданская, где была военная, в СССР понять сложно. Вообще вся экономика СССР была, по сути, дело военная. Но вот какие-то части работали население временно, чтобы население не померло и работало на военную экономику. А можно сказать, что это именно и обрушило Советский Союз? Скорее всего, да. Потому что, ну, там мы спорим иногда. Кто-то говорит, антиалкогольная компания. Да нет, это не такие были большие потери. Это просто была некая дополнительная песчинка. Кто-то говорит, расходы на афганскую войну тоже не такая. Но тоже песчинка. Знаете, когда ты добавляешь песчинки, то в конце концов хребет верблюда ломает. Главной, конечно, бедой это была Устиновская военная промышленность. Вот она высосала все соки. Россия идет туда же, в этом же направлении. У меня тоже все время коллеги спрашивают, можно ли сравнить с Устиновской. Я отвечаю, что труба пониже, дым пожиже. Все-таки Устинов руководил таким огромным комплексом из девяти министерств. Если помните, был даже термин такой девятка. Военно-промышленная комиссия ЦК КПСС курировала девять огромных министерств, которые делали все до армии. Это был огромный потенциал. На все это работал, не забывайте, социалистический лагерь. Военные предприятия во всех странах Востоке. Поэтому сравнивать это вот сейчас с Россией, с СССР нет. Никто не помогает, никто не производит. Чешская как-то промышленность не работает на военные нужды российской армии. А это серьезный был вклад. И кроме того, конечно, та Устиновская военная промышленность, которая была, она за 90-е нулевые была уничтожена. В значительной степени разрушена. Обветшала, потеряна. Вот тут был как раз этот характерный эпизод, когда срочно национализировали Ивановский завод. В тяжелом машиностроении с криком, что он военный завод, его нужно срочно пристроить, чтобы он делал что-то для армии. Ну и народ мне из Иванова написал, да бросьте. Там ничего не осталось. Там все, что могли, срезали. Продали на металлолом. Стоят пустые корпуса в некоторых, значит, логистические склады, в других какие-то торговые центры. Там ничего не осталось. Ну, кстати, к вопросу об Иваново. Из Иваново пишут. Там же бум сейчас. Там везде, так сказать, все загружено военной формой. Там простые ткачихи по полмиллиона рублей получают. Я же вам и сказал. Кластер. Вот эти все люди, они сейчас зарабатывают на войне. И поэтому, когда вы говорите, что в России люди не хотят войны, неправда. Кто-то, может быть, и не хочет. А кто-то очень даже хочет. А какие вообще растущие сейчас сектора? Все, которые связаны. Ну, вот я смотрю, что, например, стройкомплекс очень растет. И строительство в Москве, в больших городах, миллионниках. Рынок недвижимости просто уходит куда-то за горизонт. Тут много факторов. Если, скажем, вы берете рынок жилой недвижимости, то тут паника. Тут паника, потому что люди пытаются вскочить самый последний вагончик, он уже уходит. Но люди пытаются вскочить, пока еще там все не отменили с приготной ипотекой, пока и не обрезали. Как видите, Минфин с какими-то идеями кому-то отнять, вот кого-то отрезать, кому-то повысить ставку. Поэтому народ этого испугался. Это лихорадочно. Сейчас пытается купить, а строительный комплекс пытается лихорадочно на этом заработать последние деньги. Ну, а вообще, конечно, строительный комплекс активно работает на сооружения военные, на производство строительных материалов, комплектующих для всех городообородительных сооружений. Неплохо на этом зарабатывает. И, в общем, строительный комплекс будет очень рад войне. Чем больше будет разрушено в той же Белгородской области, чем больше можно будет освоить бюджетных денег на ремонт Белгородской области. К вопросу о росте ВВП, да. Ну, а что делать? Вот так она устроена, экономика. Кому-то беда, а кому-то новые госзаказы. Ну, растет, как я понимаю, и внутренний туризм, и перевозки внутренние, несмотря на то, что самолеты без запчастей. Вот тут территоризм растет. Причем иногда достаточно странно. Меня там позабавило, что в Крыму пытаются привлекать местное население, чтобы они пожили чуть-чуть в гостиницах, на халяву, на отдохнули, потому что гостиница не заполняется. Местных же жителей призывают из частного сектора пожить в гостиницах, в пансионатах. Это тоже фиксируется как рост туристического оборота. Это тоже есть. Что касается транспорта, то сложно. Мы видим, что, скажем, перевозки по железной дороге падают. То есть растет километраж, а тоннаж падает. Это уже железнодорожники фиксируют. А мы, экономисты, считаем, что если есть падение тоннажа, то это скорее сигнал сжатия экономики. А не роста. Ну, как бы без физического оборота все-таки экономика не растет. Вот у нас идет падение тоннажа. У нас падает оборот портов тоже российских. Тоже и так все славно. Так что, ну, у вас авиация, но я не знаю, что там происходит. Авиация, она пытается выжить. Российская авиация, это вообще очень такая сложная и болезненная отрасль. Это не очень понятно. Но она у нас всегда была встроена так, что она зарабатывала деньги на международных рейсах и теряла деньги на внутренних рейсах. Поэтому там все время было датирование внутренних рейсов, чтобы народ мог по родной стране путешествовать, и страна не рассыпалась на изолированные зоны. Ну, как бы государство датировало внутренние перевозки. Сейчас международные перевозки, как вы понимаете, схлопнулись. Посмотрите на как-нибудь вечерком на флайт-радар, как там в территории России черная зона, нет рейсов. Никто не отслеживает, потому что никто ничего не летает. Но это страшная история. Поэтому они пытаются, видимо, что-то заработать на внутренних рейсах. Начинают повышаться билеты. И кто сможет летать по России, это сложный вопрос. Плюс восстанавливают, научились восстанавливать запчасти к самолетам. Ну, они просто покупают старые двигатели, их как-то, видимо, доводят дома, и пытаются ставить старые двигатели на старые самолеты, в расчете, что не произойдет, как с этим, с президентом Ирана. На этой оптимистической ноте давайте сделаем паузу и вернемся буквально через мгновение. Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев. Вопросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции, но аборты очень часто на втором месте. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин. Программа «Археология» – специальное интервью. Сегодня наш специальный гость – экономист Игорь Липсец, профессор, доктор экономических наук. Говорим мы об экономике военного времени и о причинах удивительного российского экономического роста. Игорь, если посмотреть уже с точки зрения управления государственного, вот мы уже говорили о назначении Белоусова, которого часто называли военным кинсианцем. Не знаю, насколько вы согласны с этой оценкой или нет. Но в любом случае, откуда будут браться деньги на все это великолепие, на все это благополучие, на летающие эскандеры, на рост, на открытие новых станций метро в московском метрополитене? Что ждет? Новая национализация, новая мобилизация, новые налоги, где Белоусов, условно говоря, и приданный ему аппарат правительства, и Минфин будут брать деньги на всю вот эту военную экономику? У российского бизнеса и российского простого гражданин, других источников нету, потому что с экспортом, что называется, все, что можно было, Россия сделала. И здесь никаких перспектив улучшения не просматривается. Нарастить масштабы экспорта невозможно. Более того, расширяется все время круг товаров, который попадает под санкции, и это уже создает проблемы для целых отраслей. Посмотрите, как у вас алюминиевая промышленность бегает с выпущенными глазами и кричит, что мы в беде, и надо, чтобы государство теперь закупало алюминий, государственные запасы, а иначе нам некуда девать алюминий, а нам тогда надо закрывать предприятие и увольнять людей, поскольку это градообразующее предприятие. Поэтому остается единственное, отнять прибыль всю у тех, у кого она еще какая-то есть, а если этого не хватит, то отнять все у населения. Я это не придумываю. Это все легко отследить просто по ленте новостей. Все началось в 1922 году, когда отняли сразу 1 триллион 300 миллиардов рублей соответственно у «Газпрома». Потом появились повышенные налоги для нефтяников. Металлурги. Я вспоминаю, как Белоусов прославился своей фразой про металлургов, которые хотели нахлобучить государство. Всех вобрали. Вобрали всех, потому что ввели этот налог на сверхприбыль, сделали его безумно наглым, бессовестным, как хотите. Но он именно бессовестный. Отобрали еще 318 миллиардов у бизнеса этим налогом. Ввели пошли на экспорт. Но много чего сделали. Это изъятие прибыли у бизнеса. Оно идет очень массировано. И, в общем, российский бизнес скоро останется без прибыли. Все уйдет в бюджет. Это, в общем, некая беда. Потом придется датировать. Второй источник – это население. И опять это не я придумываю. Сидит Государственная Дума, обсуждает который день налоговая реформа прогрессивного налогоблажения. Там, что называется, бьются популисты с милитаристами. Ужасная такая интересная драка. Милитаристы кричат – даешь, в общем, максимально жесткую систему налогоблажения для всех богатых. А богатыми у них, получается, те, кто получает больше 80 тысяч рублей в месяц. Такой, знаете, очень богатый русский человек. А популисты кричат – нет, давайте сделаем, по крайней мере, отсечку со 155 тысяч рублей в месяц. От этих цифр Минфин приходит в ужас, потому что так получает много в России, очень мало кто. Но это процентов, наверное, 7 всего населения имеет такие доходы. И с этих, ну, в общем, много налога в бюджет не возьмешь. Поэтому тут бьется как бы желание отнять больше денег у населения. Минфин в идеале мечтал бы взять 2,5 триллиона. А популисты, там в том числе КПРФ, кричат – нет, надо сделать вычеты, профсоюзы кричат – надо сделать вычеты, надо вычесть минимальный размер оплаты труда из размера, чтобы вот это не облагалось вообще никаким образом. Ну, в общем, там идет смешная очень драка, повторяю, популистов с милитаристами. Кто победит и какая будет картина – неясно. Потому что если начнут прогрессию с 2 миллионов, ну, это очень мало, что даст бюджет. Миллионы еще там как-то соберется. Там есть разные оценки, что это там, ну, процентов 20, может быть, чуть больше население затронет. А если там миллион 800, миллион с 2 миллионов, то, в общем, вообще-то выделки не стоят. Ну, резюмируя, вы знаете, как-то в еврейском анекдоте, что бы вы там не говорили, но ехать надо. Что бы вы там не говорили, но налоги повысят. То есть в любом случае в течение 2024 года налоги будут так или иначе повышены. Во-первых, давайте начнем с того, что налоги уже повышаются. Просто ведь население не все понимает, не все видит, не все осознает. Оно же не очень грамотное. Его специально держат таким малограмотным. Поэтому все говорят про вот налог на добавленные на доходы, на НДФЛ. А есть же еще акцизы. Косвенные налоги. И основная тяжесть налогобложения в косвенных налогах. Почитайте расчеты профессора Узана, декана Эмканум, фак МГО. Они посчитали, что у нас реальная ставка налогобложения доходов где-то 43%, а у богатых больше 50%. Потому что они платят больше за машины, более мощные, с большим объемом двигателя. Так что 43% из них только 13% это подоходные. Остальные это всякородокосвенные налоги. Но вы когда бензин покупаете, там в цене бензина процентов 60 налог государства. Вы просто это не видите. Потому что вас никогда этому не учили. А мы экономисты учим. Их уже повышают акцизы. Будут повышать всякого рода коммунальные платежи. Готовьте кошельки. И в общем плюс это реформа прогрессивного налогобложения для всех маломальски квалифицированных, всех маломальски чего-то умеющих, всех маломальски делающих свой бизнес. Вот их всех начнут причесывать вот этой повышенной налоговой. А что вообще означает назначение Белоусова? Что экономика встраивается в военную машину, а не наоборот? Ну Путин высказался очень каким-то странным образом, что это не экономика встраивается, это вот мы армию встраиваем в экономику. Ну то есть вот если я вам привожу коня в вашу спальню, я говорю, ты же пойми, это же не конюшня. Это спальня. Но просто конь будет спать теперь в твоей спальне. Вот это примерно та самая история. Вот как раз, как это Путин объяснил. Вот это ровно та самая история. Значит, я думаю, что ситуация очень простая, ничего радикально стратегического здесь нет. Есть просто некая простая проблема. Что ж, больно много денег в армию, и если большая часть этих больших, огромных сумм будет уворована, то армия воевать не сможет. И для Путина здесь вопрос жизни и смерти его лично. Ему нужно, чтобы армия не обанкротилась на поле боя. Для этого нужно оружие. А будет ли способна производить оружие российская промышленность, если деньги выделены в Министерство обороны, исчезает где-то в туманной долине? Это, видимо, вопрос открытый. Поэтому я думаю, что Белоусов пришел с идеей аудита. И то, что вот он сразу вытащил из счетной палаты себе зама, бывшего замминистра, и до этого был аудитором в счетной палате, и сейчас его перевели в Минобороны, это как раз про то. Они будут сейчас проводить аудит, по мере возможности сажать всех, кого сумеет поймать. Я хочу сказать, что это, извините, рифмуется с посадками генералитета последнего месяца. Абсолютно. То есть это две части, две стороны одной медали. Сейчас идет очень интересная история. Идет попытка навести маломальский порядок в абсолютно разрушенных секторах экономики. Вот я вам говорю, аудит Министерства обороны, а я вот сегодня читал интервью Костина, главы ВТБ. А он что вдруг скажет? А я сейчас отвечу. Ему же вручили одну из частей военно-промышленного комплекса судостроительная промышленность. Объединенная судостроительная корпорация. И что он теперь делает? Он говорит, мы там ведем жесточайший аудит вместе со счетной палатой. Пытаемся понять, кто там деньги уворовывал. И чтобы эти деньги у него воровывали, нам можно было что-нибудь там все-таки воссоздать и какие-то корабли производить. Будет работа и украинским ракетам и дронам. Учитывая то, в каком состоянии находится Черноморский фронт сейчас, судостроение воспринимается как шутка просто. Ну вот не шутка, потому что у России разрушена кораблестроение, и поэтому она очень под ударом. Вот я там с специалистами говорил, они мне говорят, ну смотрите, жиженый природный газ, его надо возить. Есть специальные корабли, газовозы, они все не российского производства. Они все даже ходят под чужими флагами. Если эти корабли, строго говоря, запретят пользоваться, то Россия, даже произведя жиженый газ, его просто вывезти не сможет. А собственное судостроение российское разрушено. К вопросу о коррупции. Вы знаете, вы сейчас рассказываете, у меня в голове возникают параллели с Первой мировой войной. Где, по-моему, году к 14-му выяснилось, что российская военная экономика полностью проворована. Так и было. Вспоминайте. Это было и в Крымскую войну, это было в Русско-Японскую войну, это было в Первую мировую войну. И там, в общем, года два с половиной наводили порядок. К 17-му году, кстати, как-то победили немножко коррупцию, и снабжение русской армии стало более-менее нормальным. Она была уже хорошо оснащена, уже уворовлены не так, как в 14-м году или в начале 15-го. Так что это как бы закономерная стадия развития российской военной экономики. Но в любом случае назначение Белоусова, наверное, говорит и о некой стратегической перспективе. О том, что играть собираются в долгую, и война, так сказать, предполагается долгая. А поскольку это структурное изменение уже, вот эта вот интеграция ВПК с общей экономикой. Ну, в общем, да. Я бы сказал, что это возможно на поколение теперь тема. Потому что, ну, как бы, вот все обсуждают, вот, не поражает, у людей в России есть какая-то иллюзия, что можно вернуться в точку ноль январь 22-го года и опять зажить красиво и забыть о том, что была война. Это не получится. В любом варианте российская экономика будет нести огромное применение, военного характера, военно-строительного, военно-полицейского характера, абсолютно при любом варианте. Если она сумеет дожать Украину и добиться прекращения мира на тех условиях, на тех границах, которые она заняла, то ей придется эти территории восстанавливать, тратить туда огромные деньги. Эти территории охранять, держать там огромные военные гарнизоны. Ей придется восстанавливать потерянную военную технику устиновских времен, и она будет по-прежнему тратить безумные деньги. Если же она потерпит какое-то поражение, ей придется платить компенсацию Украине, и это тоже будет вычета с будущего благосостояния. Поэтому у России все три варианта будущего, они все чреваты огромными военными расходами, ну просто разного типа. Но они все означают, что российский народ на поколение как минимум обречен на глубокую бедность, а возможно нищету. Это страшная модель, я понимаю, но что делать. Я поэтому говорю, люди, смотрите, вас ждет падение уровня благосостояния до уровня Ирана. Вообще, в принципе, вот глядя вперед, давайте попробуем заглянуть, хотя это очень сложно сейчас, из 24-го года, это как-то смотреть на будущее Германии с 1942-го года, но попробуем заглянуть Россию после войны и после Путина. Это что, иранская модель, латиноамериканская? Какие экономические модели вы могли здесь употребить? Я думаю, что нет. Знаете, я однажды попал на очень странный экскурс, сейчас объясню. Я работал в Госбанке СССР, и поскольку я был новым сотрудником в 90-м году, меня повели на экскурсию в закрытый музей Госбанка СССР. О нем не все знают. Это музей денег. Госбанк СССР находится не глинный. Я скажу, что меня поразило. Там есть такой стенд, посвященный денежным знакам времен Гражданской войны. И ты вдруг видишь, что во время Гражданской войны Россия рассыпалась на мини-государство, управляемое неведомо кем. Где-то какие-то осколки царских генералов, где-то какие-то абсолютные бандиты, черт знает что. И каждое такое мини-государство пускало свои деньги. И вот они там собраны, тщательно размещены. Вот это еще один вариант, что Россия не устоит, как единое государство. Я с интересом, знаете, наблюдаю за эволюцией взглядов профессора Наземца. Мы с ним постоянно спорим, хотя во многом сходимся. И он все время говорил, ну не может Россия рассыпаться. Ну не может. Сейчас я уже смотрю в последних интервью, он как-то так аккуратно говорит. Ну да, на 7-8 стран может рассыпаться. Но это, конечно, большая беда. Ну вот поэтому я не знаю, какая будет Россия. Одно дело, если сохранится федеральное государство. С другой стороны, если начнется распадение, потому что местные элиты будут растягивать страну на себя. И это реально. Мне всегда говорят, вы глупости. Говорите, какое распадение, как может быть Орловская область с отдельным государством. Я говорю, нет, ребята, все будет совершенно по-другому. Она будет как полоска зебры. С севера на юг. А если вы посмотрите, куда они выходят на юге, они все выходят за границу. Они выходят на Казахстан. И через Казахстан они выходят в мир. Поэтому вот эта угроза вполне серьезная. Еще раз, вы обратите внимание, что мы живем в совершенно другой России. Это не все понимают, но это Россия принципиально иная, чем она была многие века. Россия всегда жила повернута на Запад. Она туда экспортировала и оттуда импортировала. Этим жила и этим развивалась. Это был основной прогресс. Мы впервые видим, что Запад России тупик. Все деньги идут на восток и с востока. И теперь регионам за Уралом Москва ну совсем не интересна. Она совсем не нужна. Какая с ней радость? Деньги отнимают, а что от нее получить обратно? Ничего. То есть ресурсная вот эта вот магистраль, она будет развернута, она разворачивается в другую сторону. И фактически, да, это означает совершенно другой центр тяжести, перенос в Россию и переформатирование России. Ну да, в самом деле здесь, конечно, вырисовывается сценарий возможной вот этой вот переориентации совершенно неожиданной. Это совершенно другая модель. Все, кто со мной спорят, они не понимают, что впервые мы видим такую модель. Петр же рвался. Почему? Он не хотел военной цели. Ему нужно было обеспечить свободную торговлю России с Европой, чтобы на этом зарабатывать. А ему не было портов для такого отгрузки. Он торговал через другие городовые государства, на этом терял деньги. А сейчас мы закрыли окно в Европу. Мы теперь зависим только от восточного транзита и все, больше никаких путей. И людям на Дальнем Востоке, ну вот какая им польза от Москвы? В самом деле совершенно другие геополитические сценарии, но остается в конце только произнести здравицу в кавычках великому стратегу Владимиру Владимировичу Путину, который хотел разрушить одну страну и изменить ее геополитическую ориентацию Украины. А получилось у него это сделать совсем другой страной под названием Россия. Игорь Владимирович, спасибо за этот разговор. Экономист, доктор экономических наук, профессор Игллипсиц был у нас сегодня в гостях археологии специальное интервью. Оставайтесь с нами. Радио Свобода и телеканал Настоящее Время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова